Нынешнее совместное заседание Брестского городского совета депутатов и молодежного парламента называется «Молодежь и выбор. Формула ответственности». Среди задач, которые стоят перед коллегами по цеху, подведение итогов совместной деятельности, составление планов на следующий год и, конечно, разговор о предстоящей электоральной кампании. Работа с молодежным парламентом, работа с Академией молодежных инициатив является одной из составных частей работы городского совета депутатов. Мы опекаем работу нашего молодежного парламента, советуем их. Ну и вот сегодняшняя встреча, она, скажем так, очередная в году, да еще в преддверии такой важной электоральной кампании. Поэтому мы будем сегодня говорить с молодыми людьми и о едином дне голосования. Мы будем говорить о тех основных аспектах политического строительства, которое происходит в настоящее время в нашей республике. Предстоящая электоральная кампания – это благоприятное время, чтобы выбрать и проголосовать за грамотных и ответственных кандидатов, которые будут стремиться к развитию и процветанию наших городов, областей и страны. Молодые лидеры должны понимать, какой ответственный шаг им предстоит. Мы, конечно же, можем помочь молодому поколению. Помочь мы можем тем, чтобы рассказать о том, как это проходит, какие есть процессы во время выборной кампании. И это очень важно, чтобы молодежь об этом знала, так как если об этом не будет знать, то, конечно же, некоторые смогут этим воспользоваться, как мы это уже видели однажды. Поэтому я считаю, что каждый подросток уже с 14-16 лет должен об этом знать. Сегодня цели молодежного парламента – это повышение мотивации участия молодежи в общественно-политической жизни, формирование у нее активной гражданской позиции, участие в разработке социально значимых проектов. И со всеми этими задачами юные брестские парламентарии справляются на отлично. Молодежный парламент в городе Бресте сейчас находится на этапе становления. Несмотря на то, что он 5 лет уже действует, с 2017 года уже даже более чем 5 лет, он сейчас вырабатывает основные направления взаимодействия. Во время предыдущей сессии в марте 2023 года разработан был годовой план, ну и на основании его проводилось на протяжении года работы. Есть те направления, которые получились, есть те, которые не реализованы, но есть над чем расти. Из наиболее приоритетных направлений – это организация взаимодействия с городскими структурами, участие в заседаниях сессии Брестского городского совета депутатов, куда нас постоянно приглашают. Получилось в этом году взаимодействие на международном уровне. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.